В декабре 2012 года в Алматы состоялась презентация книги авторов Бекетова, Воронова и Музафарова «Поль Гурде. Француз города Верны». Эта книга была собрана на материалах Центрального государственного архива Республики и, наконец, расставила все точки над «и» в вечном споре коренных алматинцев, Зенков или Гурде. Здравствуйте! Это программа «Казахстан в письмах». Сегодня я вам расскажу, как всегда основываясь на материалах Государственного центрального архива Республики, о поле Гурде, фигуре столь значимой, столь же и загадочной, французе, волею судьбы в конце XIX века, оказавшегося в семеречии. В июле 1853 года в семеречии была отправлена экспедиция майора Перемышльского. Перед экспедицией была поставлена однозначная и сложная задача – найти место для нового укрепления. И это место было найдено в урочище Алматы. Уже на следующий год пришла весть о решении царя строить новое укрепление именно в этом месте. А в 1855 году укрепление было построено. Хотя какое укрепление? Несколько изб, окруженных высоким забором. Но это была уже крепость. В 1867 году пришел официальный указ от Александра I о преобразовании укрепления Верны в город. Это было 11 апреля. Но сам город еще предстояло построить. 23-го, 11-го по старому стилю апреля 1867 года император Александр II утвердил проект особого комитета об образовании туркестанского генерал-губернаторства – туркестанского края. Соответствующий императорский указ вышел 23 июля. В ноябре 1867 года генерал-губернатором края был назначен генерал-адъютант фон Кауфман. По мере захвата новых территорий формировалась административная система управления туркестанским краем. Она сильно отличалась от системы управления другими провинциями Российской империи. Определяющим при выработке первых программных документов оказался фактор военной ситуации, что предопределило подведомственность туркестанской администрации – не Министерству внутренних дел, как практически во всех других губерниях России, а военному ведомству. В декабре 1867 года был создан комитет по развитию города. Позже он был назван комитетом по устройству города Верны. Уже на следующий год комитет представил подробнейший план строительства, где предполагалось создание новых городских кварталов, где предполагались разбитие новых площадей и бульваров. Предусматривались широкие прямые улицы. И согласно этому плану, эти улицы должны были располагаться строго с запада на восток и с юга на север. А через 7 лет в Верном появляется некто Поль Гурде. По протекции Кауфмана и Колпаковского он получает назначение Всемиреченское областное управление на должность простого чертежника. А через два года, будучи еще и преподавателем женской гимназии, он был командирован строительное областное управление на должность младшего архитектора. Поль Гурде. Родился 8 января 1846 года в Бургундии. В департаменте Ниевр в Косне. Закончил императорский лицензий Ниевра и Дижонскую академию. Императорскую школу профессии искусств Шалон Марн. По вероисповеданию католик. Был женат на французской гражданке Марии Иоганне Иосифне Равизе. Детей не имел. Сначала Поль Гурде был назначен младшим инженером Семереченского строительного отделения. Затем стал начальником строительного отделения, а с 1883 года являлся бессменным городским архитектором Вернова. По грустной иронии судьбы почти все постройки Зодчего Гурде связывают с именем его основного соперника Андрея Зинкова, который прибыл в Верный в 1898 году после учебы и был назначен на должность военного инженера. Вот об этом наш рассказ. Когда было угодно его превосходительству генерал-адъютанту фон Каффману и их превосходительству генерал-лейтенанту Колпаковскому и генерал-майору Эйлеру назначать меня на технические должности, им было хорошо известно, что кроме моих французских дипломов и аттестатов никаких других у меня не имелось. Считая свое положение непростым и где-то даже неудобным, Гурде принимает предложение Верненской городской управы принять на себя обязанности городского архитектора. Ну, а я вам хочу рассказать о памятнике деревянного зодчества города Верны. Это здание расположено на улице Гоголя, а в нем раньше находилось Министерство культуры Республики Казахстан. В городе же Верном это было здание городского училища. Алматинцы почему-то считают, что это здание построил Андрей Зенков. Мы же в Центральном республиканском архиве нашли непрорежимые доказательства, что автором этого здания был архитектор Павел Васильевич Гурде. Гурде построил это двухклассное училище на 100 человек, но уже через год на местную городскую управу пишет жалобу директор этого училища Хоцкий. Он жалуется, что Гурде построил здание некачественно, что классы неправильно расположены, что в них душно. В ответ Гурде отмечает, что перед тем, как начать строить это училище, он прочитал книгу Фариковского «Диететика» и книгу профессора Эрисмана «Курс гигиены». Гурде в этом письме очень четко обозначил длину, ширину и высоту класса, чтобы в нем было хорошо преподавать учителю, а ребята с задней парты хорошо различали доску. По акту это здание было принято 30 августа 1890 года. Из рапорта на имя городского головы. Ни одно учебное заведение в области и даже во многих других провинциях Сибири не может сравниться с Вернинским городским училищем в отношении помещения, которое соответствует по размерам, расположению и числам отдельных комнат всем требованиям науки и учебного начальства. Павел Гурде. Здание городского училища сохранилось до сих пор и является памятником деревянного зодчества и, конечно, украшением Алматы. Знаете, увлекательнейшая история приключилась и с магазином купца Галдул-Валиева. Ныне в этом здании находится торговый дом Козултан. Краеведы Александр Воронов и Нелли Букетова не один год провели в архивах и размечали массу мифов, запущенных в свет недобросовестными журналистами, писателями, историками, архитекторами, краеведами. Все началось с того, что некто объявил Зинкова родителям архитектурного стиля, в котором было построено здание магазина купца Галдул-Валиева, рассказывает Нелли Букетова. Однако прежде всего я обратила внимание на даты возвращения Зинкова в Верный и строительство Верненского приюта, архитектором и строителем которого был Гурде. Павел Васильевич, как звали француза-верненцы, в 1892 году уже построил свое деревянное чудо, а Андрей Павлович вернулся в город только в 1898 году. Но начали документы, которые подтверждаются, что магазин был тоже построен гораздо раньше приезда Зинкова, в 1896 году. Затем в советские времена на нем была установлена дощечка с датой сооружения 1912 год. Так и пошла в народ легенда, не подтвержденная никакими архивными документами. Гурде, как городской архитектор, сообщил приставу Коткину о нарушении прав собственности города, о том, что купец ИСКА Габдул-Валиев строит дом без установленного плана. И 6 мая 1901 года против купца Габдул-Валиева было возбуждено уголовное дело, куда экспертом пригласили Гурде. Скандал возник уже 16 мая, когда пристав Коткин с Гурде пришли ко вновь строящемуся дому купца Габдул-Валиева. Хозяина дома не было, и пристав пошел его искать и нашел его в магазине. Вот видите, к тому времени магазин был уже построен. Так что дата 1912 год уже неверна. Габдул-Валиев же, увидев Гурде, стал кричать. «Ты что такое, Гурде? Я тебе покажу. Больше архитектором не будешь. Это тебе не Россия составлять протоколы. Городскому голове строить можно, а мусульманам нельзя. Меня на свете не будет, а ты не будешь архитектором». В общем, суд Габдул-Валиева наказал, а правительствующий Сенат это решение отменил. Вроде бы для обеих сторон все закончилось благополучно. Но обратимся к самому Гурде. С чего возник такой жаркий конфликт? «Теперь я должен оговориться. Пять лет тому назад Габдул-Валиев обратился ко мне как к частному человеку, составить ему план постройки лавок и наблюдать за их постройкой. Я согласился, за что получил 100 рублей. Плата эта была крайне незначительна, но я не возбуждал вопроса, так как с Габдул-Валиевым тогда я не заключил письменного условия и входить впоследствии из-за этого впререкания не хотел. Спустя несколько лет Габдул-Валиев через своего приказчика Пестова опять обратился ко мне с однородной уже просьбой. Но я тогда категорически отказался, находя невыгодным для себя иметь с Габдул-Валиевым дела». Обратите внимание, пять лет назад, это 1896 год, магазин был уже построен, а Зинкова еще в городе Верном не было. Но давайте обратимся еще раз к письму самого Гурды. Как-то раз Ботвин – это приказчик купца, придя ко мне, положил передо мною пакет. «Что это такое?» – спросил я. «Хозяин просит принять в счет платы за постройку магазина пять лет назад», – был ответ. «Я счел это за взятку со стороны Исхака с целью разрешить ныне постройку лавки при мечети, и я отказался категорически от всех дел с ним». И опять был назван срок – пять лет. Но Гурды мог быть и пристрастен. Давайте послушаем то, что говорил сам купец Габдул-Валиев. 15 мая сего года архитектор Гурды совместно с полицией проводил осмотр означенного дома, о чем меня пристав Коткин известил. «Я человек больной. Страдаю сердцем, легко раздражаюсь и уже давно сердился на Гурде за его придирки ко мне. Дело в том, что еще пять лет тому назад он строил мне магазин. Но потолки последнего оказались низкими. А затем, когда я обращался впоследствии к Гурде через приказчиков с просьбой перестроить мне магазин, он наотряс отказывался, говоря, и за тысячу рублей не возьмусь». Таким образом, из этой переписки видно, что это знаменитое здание было построено в 1896 году. Во всяком случае, начато было строительство. А разрешительный документ был датирован 1895 годом. И место на карте города Верном было точно такое, где расположен ныне торговый дом Козултан. Вот так авторы книги с помощью материалов Государственного Центрального Архива очень точно доказали, что автором этого уникального здания является Павел Васильевич Гурде. Правда, и тот, и другой, и Габдул Валиев, и Гурде остались недовольными друг другом. Один заплатил слишком мизерную сумму, другой сделал слишком низкими потолки. Ну, а вообще, взаимоотношения между Гурде и отцом и сыном Зинковыми были совсем непростыми, если не сказать жёстче. В газете «Степной край» за номером 88 Павел Зинков помещает заметку. А когда возник вопрос о самозванстве господина Гурде со званием архитектора, он отказался от обязанности техника при управе. Последнюю бумажку подписал уже исправляющим должность городского архитектора. Гурде обращается в Верненский окружной суд. И позже Зинков пишет Гурде. Милостивый государь Павел Васильевич, приговором мирового суди 4-го участка Верненского уезда и Верненского окружного суда, а также касационным решением Ташкентской судебной палаты, я признан виновным в оклеветании вас в печати. Независимо от этих документальных судебных актов, я сам признаю себя виновным в этой клевете и извиняюсь перед вами, причем покорнейше прошу вас ходатайствовать, чтобы приговор суда в исполнение не приводился. Отстояв свою честь, Павел Гурде принимает твердое решение подать в отставку. Вся его творческая жизнь была связана с городом Верном, а это почти 40 лет жизни. В своем заседании от 17 июля 1898 года собрание Верненской городской думы единогласно определяет просить городского голову войти с ходатайством о даровании городскому архитектору Павлу Васильевичу Гурде за его многополезную 15-летнюю службу звания почетный гражданин города Верны. От 30 апреля 1999 года в письме к степному генерал-губернатору князь Аболенский оглашает вердикт императора. Государь-император по всеподданнейшему докладу его высокопревосходительства господина министра 8 июля сего года всемилостивейший соизволил на присвоение статскому советнику Гурде звание почетного гражданина города Верного. В знак искренней признательности городского общества за многолетнюю полезную деятельность его в качестве городского архитектора и попечения об интересах города Верного. В 1910 году Гурде переезжает в Санкт-Петербург. А 4 июля 1914 года Семилечинские областные ведомости вынуждены были дать некролог Павлу Гурде, который заканчивается словами «Да будет вечная и благодарная память почевшему». Павлом Гурде были построены здания губернаторского дворца, мужской гимназии, мужского городского училища, магазина купца Габдул-Валиева. Им были спроектированы Свято-Вознесенский собор, Покровская церковь, построен Ильийский мост, созданный городской водопровод и городское освещение. Ну, на этом у меня все. Еще раз выражаю глубокую благодарность авторам книги «Поль Гурде. Француз. Города. Верному». Воронову, Бекетовой и Музафарову. До свидания. Субтитры подогнали Симон.